Всем привет, с вами проект Ютубер и сегодня мы поговорим о самых интересных и актуальных новостях уходящей недели. Так что смелее подписывайтесь, а мы начинаем. Прошла неделя с момента выхода самого ожидаемого и, к сожалению, самого слабого баттла за последний год. Главным итогом этого мероприятия можно считать образование нового конфликта, где Хованский нашел себе оппонента по уровню хайпа. Да-да, я не оговорился, именно Хованский. Видели, пиво почти не попил. Означает, что ситуация очень серьезная. Ни для кого не секрет, что ожидание Версуса, Гуфа и Птахи было куда приятнее, чем его просмотр. Вот свое презрение к баттлу высказал им многократный судья, победитель Версуса и один из лучших баттл-блогеров СНГ на сегодняшний день Юрий Хованский. И тут стоит отметить, что большая часть критики пришлась именно на побежденного в баттле Птаху, который в свое время критиковал Хованского и Ларина за их начинание в рэпе. От этого у Давида знатно пригорело, и он в лучших традициях рэперов назначил цену за голого блогера. А этот чувак предлагает садские свои ювелирки и проставу, блядь. Хованский в ответ поглумился над такими угрозами и заявил, что он знает, как защититься от Птахи. Ну, куплю себе просто ракушку, блядь. Дальнейшим продолжением Бифа стала искрометная переписка парней в Твиттере, где Давид по-прежнему угрожает Юрию, а Хованский троллит оппонента, что в принципе характерно. Взглянув на ситуацию со стороны, можно понять, чем же Хованский и Птаха так мотивированы поливать грязью друг друга. Скажи, как твоя жизнь после баттла изменится? Никак вообще. Я буду дальше продолжать свой альбом писать. Похоже на то, что после Версуса рэпер вообразил себе, что может реанимировать свою карьеру с помощью хайпа. Как-никак все-таки три ляма поднял и на первых полосах в ряде крупных СМИ успел побывать. Хованский же, как и 99% блогеров, носом чует запах интриг и скандалов, на которых делаются рейтинги. Ведь хоть Птаха и не сверхпопулярен на сегодняшний день, факт его участия в Версусе резко повысил его ценность как оппонента. Поэтому можно смело заявить, что главной движущей силой конфликта является жажда популярности. Однако, чтобы не толкало Птаху и Хованского воевать, всем интересно, чем же закончится эта ссора. И тут есть масса вариантов, из которых мы озвучим несколько самых вероятных. Первый. Все закончится в интернете без какого-либо физического насилия или реальных последствий. Второй. Рэпер и блогер впервые встретятся на Версусе и в словесном поединке решат, кто же сильнее. Правда, шанс, что ресторатор согласится на подобное, может быть лишь в том случае, если уровень хайпа вокруг этого скандала будет чуть ли не на федеральном уровне. Еще есть шанс, что Хованского будут бить. Я не боюсь человека, который изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь, что меня снова отпиздит Блэк Старк. Но мы надеемся, что до этого все-таки не дойдет. Как думаете, возможен ли Версус между Хованским и Птахой? В подсказках мы прикрепили опрос, так что переходите и нажимайте на свой вариант ответа. Кто хочет халявный интернет с покрытием в любой точке земного шара? Жми на лайк перед тем, как я расскажу, кто и как желает реализовать эту идею. Компания миллиардера Илона Маска SpaceX с небольшим отклонением от плана 22 февраля все-таки запустила на орбиту ракету со спутниками. По идее, итоговой целью данного проекта является обеспечение всемирного доступа к интернету. Уже традиционно старт Фалькона состоялся в прямом эфире на Ютубе. Данный запуск отправил в космос два тестовых спутника Starlink. Однако, для полной реализации задумки необходимо заставить на орбиту еще 12 тысяч таких аппаратов. Тем не менее, прогнозы создателей оптимистичны. По их словам, пользоваться качественным интернетом мы сможем уже к 2024 году. Вот это да! Уверены, что тема вседоступного скоростного интернета придется по душе всем пользователям, поэтому мы решили выяснить немного больше информации об этом направлении. Как оказалось, Илон Маск не единственный, кто делает шаги по развитию спутникового интернета. Компании OneWeb, Samsung, Boeing и Telesat уже получили разрешение на использование территориальных радиоволн от американского правительства. К слову, подобные разрешения от каждой из стран могут стать камнем преткновения в реализации фантастической задумки Маска и его конкурентов. Как бы там ни было, в этой ситуации мы с вами мало что решаем, поэтому остается только верить в наступление лучших времен. Недавно в нашей группе ВКонтакте было обнаружено интересное правило видеохостинга по отношению к неактивным пользователям. Которое так и называется – бездействие аккаунта. Судя по этому пункту, креаторы, которые не проявляют активность на платформе в течение полугода или не выкладывают очень долгое количество времени ролики, должны быть забанены. К популярным блогерам данное правило не было еще ни разу применено, однако у Ивангая уже более пяти месяцев не выходили новые видео. Мы его больше не увидели. Он скатился. Бесспорно, есть и масса других достаточно известных авторов, которые забросили каналы, но если заблокирует канал Ивангая, это однозначно станет одной из самых хайповых новостей в интернете. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Это был проект Ютубер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok